господин навальный приветствовать я вас не буду потому что вы сами не сильно любосольный человек просто хочу сказать кое-что ваш адрес потому что вы меня к этому вынудили если бы не несколько фактов в нашей с вами совместной биографии то может быть я политической биографии я имею ввиду господь меня поостерег быть лично знакомым с вами вот и вы в прошлом году когда был митинг побежали с доносом в следственный комитет россии до стучать на меня и на мое министерство о том что якобы мы там совершили какой-то подлог что мы там какие-то инструкции давали там еще что-то делали вот здесь вербовали каких-то агентов своих кротов для того чтобы искать каким-то образом скрыть свою желобу по поводу того что мы здесь собрали миллионы митинг да теперь миллионы митинг мы собрали еще раз на этот раз мы заступались за наших единоверцев в бирме в мьянме да причем эта проблема интересует и животрепещет не только для нас для мусульман и для христиан и для представителей других конфессий включая кстати классический буддизм до традиционный так вот я понимаю что вы трус я понимаю что вы мелкий аферист ангажированы определенными кругами для того чтобы навести смуту в россии вы как бы уже Алексея были уже дмитрий да там у нас в истории которую вы не знаете знать не хотите которую вы не чтите вот так вот историю с доносом я вам простил хотя вас надо было там привлекать по определенным статьям за клевету но бог с вами но на этот раз что-то я совсем не понимаю ваш такой больной я не знаю патологический интерес чеченской республики и где-то может быть косвенно к моей персоне вы у себя в твиттере если не ошибаюсь разместили очень такой кричащий материал с моим выступлением на митинге да где я достаточно аллегорично образно призываю мусульман к мирному джихаду джихаду молитв джихаду борьбы с собственными страстями и грехами джихаду призыву к благоразумию тех негодяев и нечестивцев которые убивают живых людей причем делают это так что наверное ужаснулись бы средневековые палачи так вот вы выставив так сказать вырывая из контекста мою речь особенно в самом конце где я перефразировав фразу так сказать цитату которую когда-то сказал один из достойных халифов в адрес преступников которые преследовали одну мусульманскую семью я выступил с этими аллегориями болела моя душа я человек вообще очень эмоциональный очень сопереживающий своему народу и своим единоверцам выступил там с речью какое ваше поганное дело выставлять так сказать эту мою речь и говорить потом проводить какие-то аналогии там да писать ужаснитесь там кошмарите так сказать людей да и говорите что якобы на северном кавказе создается так сказать вот армия смертников там и так далее знаете я вынужден согласиться вынужден согласиться вот когда я говорил о том что то что я мои слова должны услышать сотни миллионов представителей русского мира я обращался в первую очередь к этим людям к этому русскому миру да как к союзнику чеченского народа потому что чеченский народ тоже имеет прямое отношение к русскому миру потому что говорит на русском языке знает русский язык любит русский язык русскую культуру русскую литературу хотя в то же самое время остается верен своим традициям обычаям своей религии вы правы да действительно у нас армия смертников наподобие той армии русских смертников которые отдавали своей жизни исторически на полях битвы защищая свою родину я не буду сейчас там разные этапы не будем мы там возвращаться с вами к рамзину князю щербатову к описанию разных битв там от повести временных лет до наших дней тем более что вы я уверен этой истории не знаете вообще вы ее не любите вы ненавидите поэтому на вас сделали ставку враги россии мне очень отрадно как человеку который является членом команды путина кадырова мне отрадно что вас узнает русский народ что русский народ никогда не примет вас он не примет вас потому что вы не являетесь русским смертником точно так же как скажем многие такие вот хлюпики типа вас которые там сейчас о судьбах россии думаю пытаюсь ее то сказать втолкнуть в разного рода постмодернистские я не знаю либеральный как вы еще там называете пространство где ничего либерального на самом деле нет то есть это вот такой красивый образ который вы пытаетесь так сказать раздуть для русского человека и для всех остальных народов россии чтобы сбить их просто напросто в столку и уничтожить эту страну русский народ кстати он просыпается вы вам не по пути с русским народом потому что у этого великого народа сегодня идет процесс осознания самого себя осознания своих великих исторических и судьбоносных задач в укреплении этой великой страны великой ответственности перед теми народами которые он ведет к этой цели а вы как человек который возомнил из себя оппозиционера такому как владимир путин еще там где-то наверное в кошмарных снах видите себя кандидатом в президенты россии но давайте валяйте мы посмеемся над вами как над шутом гороховым будем смеяться над вами оставьте в покое наш митинг он к вам не имеет никакого отношения оставьте в покое наш ислам оставьте в покое нашу религию оставьте в покое наш народ мы каждый день идеологически просто физически да мы боремся с международным терроризмом мы боремся за укрепление российских границ за укрепление так сказать ее государственности мы всячески поддерживаем нашего президента владимира путина в отличие от вас потому что у вас вся риторика все что вы делаете это предательство против современной россии вот так я хотел сказать вам свое мнение господин навальный и призвать вас к тому чтобы вы больше не лезьте больше не приближайтесь ни к моим речам ни к моим выступлениям не к нашим митингам и самое главное самое главное вот к чему я так сказать вас подводил не смейте приближаться к имени не смейте приближаться к имени рамзана кадырова потому что ну во первых вы слишком мелкий для того чтобы произносить это имя вы вас сердце разрывается от зависти и злобы в итоге вы можете подхватить кучу ненужных вам на сегодняшний день заболеваний вы человек жизнерадостный любите там отдыхать где-то так сказать это ради бога вот поэтому еще раз вам говорю оставьте в покое чеченский народ чеченского лидера а уж русский народ думаю сам поставит вас на место и я думаю очень и очень скоро поэтому бывайте с миром и дай вам бог благополучно провалиться